Добрый день! Сегодня у нас 104 серия, называется «Американские горки». Вот цитата из фейсбука Владимир Милов пишет. «К вашим бурным обсуждениям праймарис в Айове добавлю свои пять копеек. Первое. Бутиджич не выиграл счет, амеренно идет подсчет голосов. Думаю, в итоге Сандер все же может победить. Второе. Такой результат Бутиджича – бросок последней надежды. Типа кто угодно, но не Берни. Но Бутиджич глобально на эту роль не подходит. Лежит ролик в сети, где избирательница проголосовала за Бутиджича, но потом требует отозвать свой голос, потому что она узнала, что он гей. Я не хочу такого в Белом доме вернить мне мой голос. Ровно поэтому у Бутиджича будут большие проблемы в Штатах с более высокой долей расовых меньшинств, которые очень религиозны. Это такой фрагмент, к которому мы еще вернемся сегодня. Вообще мы поговорим о американских президентах и о выборах новоамериканского президента. Вот за последние 40 лет в Соединенных Штатах Америки было 7 президентов. Вот они тут все. Джимми Картер – президент с 1977 года. Я специально раскрасил таблички демократов в зеленый цвет, а республиканцев в желтый. Мы к этому еще вернемся. Нас будет интересовать, что же изменилось в американской президентской гонке за последние 40 лет. И мы применим для этого нашу любимую теорию Туаи. У нас есть уровни, у нас есть теористические четверки. И в прошлой серии 103, где мы рассматривали политических философов и лидеров буржуазной революции во Франции и в Америке, мы сформулировали, что мелкая буржуазия – это 2, 3, 4, 5, а крупная буржуазия – это 3, 4, 5, 6. Ну, можно и по уровням тут пояснить. В частности, вот представьте себе, что вы крупный капиталист. Вы всегда ходите только с юристами и всегда подставляете свою защищенность на уровне 6 таким образом. С другой стороны, вы уверены в своих силах, если поставили цель, то добиваетесь, поэтому тройка у вас очень развита. А если вы мелкий какой-нибудь хозяин магазинчика, то у вас нет денег на юриста, и поэтому вы сами себя представляете по пятерке. Ну, и уверенности в своих силах в тройке у вас не очень много, поэтому скорее вы держитесь за свое место, за пространство, и двойка, и пятерка вашей визитной карточки. А у крупных капиталистов тройка и шестерка. Ну, и между прочим, мелкая буржуазия – это избиратели демократов, а крупная буржуазия – республиканцев. Это, кстати, видно и по эмблемам, потому что осел мелкий и упрямый, с которыми возможно договориться, потому что он не по шестерке, а по пятерке выступает. Вот. А слон крупный, вот сильная тройка, вот он такой крупный, крупный буржуа. Так было 200 лет назад, 100 лет назад, 50 лет назад, но потом в политику стали втягиваться и другие стилистические четверки. Вот Билл Клинтон. Его ключевые слова – хай-тек, интернет и глобализация. И он, подключая к своим избирателям хай-тек, или даже либертарианцев, то есть 4, 5, 6, 7 – его новые союзники. И он побеждает таким образом. А потом приходит Джордж Буш-младший, демонстрирующий простоту и нравов и религиозность. И за ним идет архаика – 1, 2, 3, 4, и он побеждает. А потом приходит Барак Обама, его ключевые слова – справедливость и защита слабых. Он представляет гуманистов, 2, 4, 6, 8, и он побеждает. А потом приходит Дональд Трамп, визитными карточками которого являются эгоизм, монтюризм и ложь. И он представляет собой четверку 1, 3, 5, 7 в просторечии гопники, и он побеждает. Что дальше? А дальше, оказывается, есть одна четверка, которую еще никто не привлекал. И она является последним резервом следующих выборов. Какие же тут ключевые слова? Так вот, ключевые слова здесь – смелость, честность и открытость. 5 – смелость, 6 – честность и 8 – открытость. Просто открытость – open-minded, что называется. Это новые люди, и Пит Бутиджич вполне годится на эту роль. А теперь вспомним анализ Милова. У Бутиджича будут большие проблемы в Штатах с более высокой долей расовых меньшизм, которые очень религиозны. Мой комментарий. Не нужно жалеть о потерянных религиозных голосах, которые 1, 2, 3, 4. А нужно привлечь такие голоса, которые не привлек еще никто. И 5, 6, 7, 8 – отличное решение. Послесловие. Если теория дает результат более точный, чем интуиция опытного практика, это хорошая теория. Дает ли теория более точный результат, чем интуиция Милова? Мы скоро это узнаем. Ну вот и все на сегодня. Ставьте лайки, комментируйте, поделитесь, подпишитесь, жмите колокольчик. До новых встреч. Продолжение следует. Продолжение следует.